Ну, еще раз всем добрый вечер. Мы продолжим наше знакомство с книгой Иуды о Леве. Ну, примерно начнем с того места, где мы остановились. Не будем пропускать там один абзац. Думаю, пропустить его, на самом деле, можно и прочитать его. Мы будем пропускать. Значит, мы видели, что Хазарский царь, которому приснился сон, что все его ангелы во сне являются, говорит, что твои намерения чисты и правильны, а вот твои действия не очень. И вот он идет, обращаясь к разным мудрецам. И первый, к кому он идет, это философ. И мы видели, каким образом ему философ отвечает. Он излагает, собственно говоря, философию школы аристотеликов, а именно эта смесь Альфа-Араби и Бенсины относительно того, что с некоторыми, на самом деле, вариациями. Потому что по поводу соединения при жизни с активным интеллектом, на самом деле, философы аристотелики далеко не все единогласны, далеко не все считают, что это возможно. Некоторые считают, что после смерти возможно, некоторые считают, что вообще невозможно. Можно только к этому стремиться, но это недостижимо, вот это соединение с активным интеллектом, который поставляет формы. Ну, а здесь в изложении Иуды Олевиха, этот самый философ, говорит как раз о прижизненном соединении с активным интеллектом. И тем самым человек оказывается в компании тех мудрецов, которые достигли того же самого уровня. Это Гермес, Асклепий, Сократ, Платон, Аристотель. И, собственно говоря, это максимум того, что может достигнуть человек. И это и есть то, к чему следует стремиться. И последний абзац мы не прочитали, я его прочитаю сейчас. Вот я отсюда начинаю читать. И когда твое мнение будет соответствовать этому атрибуту, то есть атрибуту разума, и ты не должен будешь заботиться о том, какому учению ты привержен, или какую религию ты почитаешь и возносишь, и к какой речи, к какому языку и каким действиям при этом прибегаешь. То есть он говорит о том, что действия тогда, когда человек достигает вот этого уровня, уровня интеллектуального совершенства, то становится совершенно неважным его идеология, так сказать, то есть религия, язык, действия. Все это становится совершенно неважным. Если же ты создашь свою собственную религию для нужд смирения, возвеличивания и превознесения, для управления твоими качествами, твоим домом, твоим государством. Это не случайно, твоим домом и твоим государством, потому что, вообще-то говоря, у греков политика, она в каком-то смысле начинается с домоводства. То есть человек управляет своим домом, а потом тот человек, кто хорошо управляет своим домом, может управлять и государством. И, по сути дела, философ говорит о том, что тот, кто достигает вот этого уровня, уровня интеллектуального совершенства и соединяется с активным интеллектом, теоретически мог бы создать свою собственную религию. Для чего? Для того, чтобы воспитывать всех остальных, кто не достиг еще этого самого совершенства. Смирение имеется в виду, смирение в том числе тех, кто должен идти по пути интеллектуального совершенства. Или же это управление домом, или это управление государством, или это даже собственное величие. Он не считает это зазорным, что это может входить в часть той новой религии, которую создает этот самый философ. То есть любой философ, достигший интеллектуального совершенства, может создать религию. Или предложи свою религию, опираясь на интеллектуальные законы, установленные философами, и сделай своей целью и стремлением чистоту твоей души. В общем, после того, как ты постигнешь основные виды наук в их истинности, стремись к чистоте сердца, насколько это возможно, и тогда ты достигнешь своей цели единения с духовным, то есть с активным интеллектом. И, возможно, он наделит тебя пророческим даром и даст тебе повеление, сообщив тайное знание о вещах, о вещах, снах и верных образах. Здесь есть некоторая проблема в этом абзаце, я поэтому решил его все-таки прочитать, но в прошлый раз его пропустил, решили опустить, дочитав до него, потому что здесь есть такой противоречивый тезис. То есть с одной стороны говорится о том, что философ, достигший интеллектуального совершенства, может создать свою религию, и на самом деле, кроме его познания, знания истинности, наук в их истинности, больше ничего, собственно говоря, и не нужно, а религия является ничем иным, как политическим инструментом, то есть тем, с помощью чего он собирается воспитывать других и так далее. А с другой стороны, вот это последнее предложение, возможно, он наделит тебя пророческим даром, оно вроде бы противоречит этому, сообщив тайное знание о вещах, снах и верных образах. Это как раз большой вопрос, то есть, а именно вопрос о пророчестве. Кто такой пророк? Потому что если быть строго аристотеликом, то на самом деле пророк – это никто иной, как вот этот самый философ, который достиг интеллектуального совершенства. В чем, собственно говоря, состоит его пророчество? Оно состоит в том, что он несет вот эту самую истину, ее невозможно на самом деле принести, может было бы просто достиг истины, поделиться с товарищем. Поделиться с товарищем невозможно истины, просто так. Почему? Потому что для того, чтобы постичь истину этому товарищу, нужно пройти определенный путь. Я не могу ему изложить истину на пальцах, мне необходимо его воспитывать. И по сути дела получается, что он должен, философ, постигший истину, он должен к этой истине вести или построить систему, которая бы вела к этой истине. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!